Галупом по Европам перемещаемся прямо в Германию. Выборы в Меккленбурге могут стать маленьким политическим землетрясением. Так, по крайней мере, говорят уже специалисты. По данным соцопросов, второе место по числу голосов избирателей может получить одиозная правопопулистская партия-альтернатива для Германии. Скорее всего, она обгонит правящую партию канцлера Ангелы Меркель под названием ХДС. Ожидается, что большинство голосов получат социал-демократическая партия. За последний год Германия пережила многое. В августе прошлого года в страну хлынул большой поток беженцев. На фоне этого в стране ужесточен режим безопасности. И поводом стала целая серия терактов, произошедших как в самой Германии, так и в соседних Франции и Бельгии. В изменившейся ситуации региональные выборы уже прошли в трех федеральных землях. И вот какова их особенность. Все больше людей поддерживают альтернативу для Германии. И меньше и меньше нынешнего канцлера. С подробностями о выборах в Германии наш специальный корреспондент Наталья Гончарова. Она выходит на прямую связь. Наталья, привет. Как слышишь меня? Алексей, приветствую. Хорошо слышу. Ну как, неужели канцлер Меркель сдает свои позиции? Вот что ждет неспокойные германские земли? Что дальше? Олег Алексеевич, сейчас подробно отвечу на твой вопрос, но, пожалуй, начну с явки. Удивительно, но явка в Мекленбурге, или как еще называют эту землю избирательном округе Германии, пока что умерена. Особых происшествий в ходе вот этого голосования зафиксировано не было, но явка пока что недостаточно высокая, возможно, из-за погодных условий. Сегодня буквально весь день в Мекленбурге отвратительная погода, идет дождь. И вот действительно эксперты высказывают такое мнение, что именно из-за ливня немцам просто лень выйти из дома и дойти и сделать свой выбор. Также хочу отметить, что сегодня всего в Мекленбурге открыто 1700 избирательных участков в 36 округах. Они начали свою работу в 8 часов утра и, соответственно, закроются в 18.00. То есть, менее часа остается у немцев для того, чтобы сделать свой выбор. Главная интрига сегодня, это сможет ли партия альтернатива для Германии взять верх над христианской демократическим союзом. Было очень много опросов перед этим голосованием. Высказывались мнения, что действительно такое возможно, или что эти две партии наберут одинаковое количество голосов. Ну что ж, давайте сейчас послушаем одно из мнений политологов. Естественно, Меркель сейчас под жутким давлением и рейтинг ее катастрофически упал. Я думаю, что он очень низок на самом деле. В Германии очень сильное протестное движение против ее политики. Но, понимаете, это еще недостаточно, чтобы ее свергнуть с власти. Потому что пока что большинство людей, особенно у нас же очень старый избиратель живет в Германии. Там люди живут до 80-90 лет, и женщины, и мужчины. И для этих людей, конечно, в первую очередь важно, чтобы им платили бы пенсию, чтобы была социальная стабильность, чтобы в Германии никаких там экономических катастроф не происходило. Что ж, я хочу отметить, что сегодняшние выборы активно обсуждают и в столице Германии, и в Берлине. В частности, очень многие центральные СМИ сделали эту тему сегодня главной, и поместили ее на обложке. Вот, пожалуйста, авторитетнейший Дертаги Шпигель. Что мы можем видеть на обложке? Здесь, соответственно, заголовок, кто придет в Мекленбург. И, соответственно, внутри большой материал о сегодняшнем голосовании. Что ж, расскажу вам сейчас интересные детали. Землю Мекленбург, переднее помирание. На севере Германии сложно назвать политическим тяжеловесом. Из 631 депутата Бундестага представляют вот эту землю всего лишь 14 человек. Казалось бы, незначительное число, но интересно то, что Ангела Меркель в 1990 году получила свой мандат немецкого парламента именно вот в этом избирательном округе. То есть результаты выборов здесь, это фактически сигнал для фрау Меркель. Удалась ли ее политика. Также интересная деталь, что Мекленбург считается едва ли не самой бедной землей Германии. В 2015 году ВВП на душу населения был намного ниже среднего показателя. Но, однако, людей сейчас в Северной Германии волнуют в большинстве своем даже не экономические вопросы, а как раз-таки проблемы с мигрантами. В Северной Германии мигрантов фактически нет. Но, однако, очень много вот в этой вот части страны недовольных негативной политикой фрау Меркель. Транцлер ранее, напомню, уже пыталась оправдаться. Говорила, что террористическая опасность исходит вовсе не от беженцев. Но, однако, эти аргументы, похоже, для жителей вот этого вот избирательного округа были недостаточными. Ну что ж, вероятно, что сегодня очень многие просто в знак протеста против Меркель могли пройти и проголосовать за альтернативу для Германии, прекрасно понимая, что никак в лучшую сторону их жизнь не поменяется. Ну что ж, считанные буквально минуты остались до окончания голосования. Подсчет результатов начнется сегодня в 19.00 по немецкому времени. Обязательно будем вас с итогами знакомить. Но эта интрига, вероятно, уже сегодня вечером разрешится. Алексей, тебе слово. Спасибо большое. Это была Наталья Гончарова из Германии. Она рассказала о том, как в Мекленбурге, похоже, сломался политический трамплин фрау Меркель.